Фантастические твари тайны Дамблдора В виде свеженького трейлера картины тут же решили рассказать вам о целой горе новых деталей. Как в фильме может появиться пожилой Дамблдор? Кто из героев погибнет? И неужели мы сможем увидеть юного Валан де Морта? Фух, нам очень много о чем есть вам рассказать. Обещаем, будет очень интересно. Кстати, как вы относитесь к замене Джонни Деппа в фильме? Одобряете кандидатуру Матса Миккельсона? Или собираетесь все же бойкотировать триквел? Обязательно напишите об этом в комментариях, ну а мы... Ну а мы погнали! Собственно, именно с Грин де Вальда мы и хотели бы начать свой рассказ. Не сказать, что его появление является какой-то новой деталью, но все-таки Матс Миккельсон идеально вписывается в образ темного волшебника. Мы всей командой по-прежнему рады его выбору на эту роль, хоть и будем искренне скучать по старине Джонни. Однако второй трейлер напрочь доказал, что Мистер Датствуйте идеально вписывается в местную вселенную и явно запомнится зрителям своей харизмой. В самом начале трейлера можно услышать знакомый многим голос пожилого профессора Дамблдора. Этот голос в оригинале принадлежит именно Майклу Гэмбану, а не Джуду Лоу. В разборе первого промо-ролика мы предположили, что триквел «Фантастических тварей» может внезапно сделать несколько прыжков в будущее, в котором мы именно через флешбеки пожилого волшебника узнали бы о войне с Грин де Вальдом. Эта идея по-прежнему неплоха, и особенно она имеет смысл в том случае, если тайны Дамблдора станут финальным аккордом «Фантастических тварей». Да-да, мы прекрасно помним про то, что изначально Warner Bros. и Мама Ро заявляли о планах на целых пять фильмов о приключениях Ньюта Саламандера. Но не так давно в сети появилась довольно любопытная информация, согласно которой сценарий «Четвертых тварей» еще даже не начали писать. Для простого зрителя это мало что означает, а вот в мире Голливуда подобное заявление явно не сулит ничего хорошего. Согласно слухам, кинокомпания хочет всерьез оценить успехи третьего фильма, поскольку ранее сиквел показал себя неудовлетворительно в плане сборов и оценок. И если тайны Дамблдора не смогут изменить ситуацию, то они станут финалом всей истории. Причем еще до этого слуха по сети уже как полгода гулял слитый сценарий фильма, который также заканчивался относительным финалом без открытых концовок. О нем сегодня мы не будем говорить подробно, но если хотите детальный разбор всего сюжета «Фантастических тварей 3», обязательно напишите в комментариях «Хочу слитый сценарий», и мы с радостью сделаем про это отдельный ролл. Так что, возвращаясь к свежему тизеру, стоит быть очень внимательным по отношению к первым словам Дамблдора. «Воспоминания важны, без них мы слепы». Разве эта фраза не кажется вам знакомой? Подсказка, ее Дамблдор уже произносил ранее. Ладно, не гадайте попусту, на это у вас есть «мы». Ровно те же слова произнес Альбус в разговоре с Гарри в «Принце полукровки», после того, как Гарри увидел подправленные воспоминания профессора Слизнарта. И тут самое время для того, чтобы напялить наши шапочки из фольги. Волан-де-Морт родился в 1926 году. Согласно синопсису Тайн Дамблдора, который пока что нигде не опровергался, действия фильма вроде как будут происходить во время Второй мировой войны. То есть не раньше 1939 года. Следовательно, на момент начала третьих фантастических тварей будущему темному лорду было как минимум 13 лет. К чему вам эта информация? А к тому, что еще из «Принца полукровки» мы знаем о том, что Дамблдор лично позвал Тома Реддла учиться в Хогвартс. А это, как мы знаем, происходит в 11 лет. То есть на момент Тайн Дамблдора юный Том Реддл уже учился в школе чародейства и волшебства. И возможно именно эта фраза из трейлера намекает нам на его появление в фильме? Естественно, мальчик вряд ли будет играть какую-то особую роль, тем более что по канону до его первых злодеяний еще было как минимум пару лет. Однако же Роулинг и ее компания отмороженных сценаристов уже не раз меняли канон собственной вселенной. Поэтому что если в фильме Реддл появится и будет гораздо старше? Ну да, о его возрасте говорилось в книгах, да и то мельком, чего не каждый фанат спустя столько лет-то и вспомнит. Идея сейчас кажется безумной, но на самом деле она действительно может оказаться настоящей правдой. Еще одна наша сумасшедшая теория касается самого контекста фразы Дамблдора. Как мы уже сказали ранее, эти же слова он произнес после того, как Гарри узнал о подмененных воспоминаниях. Так быть может, таким образом нам намекнули на то, что в трейлере тоже есть ложные кадры. Вставлять лишние, замыленные и зафотошопленные кадры в трейлер – это нормальная практика, особенно если говорить о киновселенной Марвел. Но вот с магической точки зрения это была бы гениальная уловка, способная в будущем удивить каждого зрителя в кинотеатре. Едем дальше, и на очереди у нас другой момент, в котором Геллер Грин-де-Вальд теперь уже точно призывает всех магов выйти на войну с маглами. Это весьма и весьма любопытный отрывок, поскольку эта часть канона Мира Роулинг довольно слабо описана в ее книгах. Вернее, вообще ничего не известно о прямой конфронтации волшебников и простых людей, поскольку до недавнего времени можно было считать, что это невозможно. Почему? Да в противном случае весь мир бы знал о существовании волшебников, и на момент событий оригинальной Паттерианы не было никаких запретов на применение магии рядом с маглами и так далее. Поэтому данное заявление Грин-де-Вальда может иметь лишь два последствия. Первое и самое логичное – Дамблдор и его команда смогут предотвратить начало войны, вмешавшись в замысел еще до начала военных действий. Профессор защиты от темных искусств попросту одолеет Грин-де-Вальда, и его сторонники побоятся вступать в прямой конфликт с простыми людьми без своего верховного лидера. Кстати, это еще один прямой намек на финал истории, так как в каноне Роулинг было не так много описано случаев, когда Альбус в открытую сражался с Геллертом. И если продолжать следовать ему, то хронологически в трейлере можно заметить их последнюю дуэль, в результате которой Грин-де-Вальд проиграет и отправится в Нурмингард. Ну или продолжая устоявшуюся традицию, на канон можно смело наплевать, залепив 30 новых стычек двух бывших друзей, которые не впишутся никоим боком в канон. Но кого это, собственно говоря, волнует? Ну, всего-то каких-то там парочку миллионов фанатов. Это вовсе не так важно, как отличные сборы для киностудии. Ну а второй, в теории возможный вариант, война, действительно случится, но по итогу всем причастным сотрут память, как это уже было, в первых фантастических тварях. В том же отрывке, в котором Грин-де-Вальд толкает свою пафосную речь, можно заметить, как по обе стороны от длинной лестницы висят плакаты с изображением темного волшебника. Как мы уже упоминали в прошлом ролике, во время событий Тайн Дамблдора мир магов захлестнет волна политики. Если слишком коротко, связано это будет с выбором всеобщего министра магии. Кого по итогу выберет простой народ? Как вы можете догадаться по плакатам с изображением Ганнибала, Грин-де-Вальд одержит верх, и его первым же распоряжением будет война против маглов. Едем дальше, и на очереди у нас сцена из трактира «Кабанья-голова», в котором работает Аберфорд Дамблдор. Персонаж для киновселенной не новый, его нам уже показывали во второй части «Даров смерти». Но тогда его роль отошла Киарану Хайнцу. В «Тайнах Дамблдора» образ брата Альбуса примерил на себя Ричард Койл, у которого, так сказать, на самом деле есть тайна. Но он же Дамблдор. На зеркале перед ним красуется надпись, нанесенная кем-то на запотевшей поверхности. В трейлере мы не видим полной фразы, но тут на помощь приходит тот самый слитый сценарий, в котором эта сцена описывается детально точно. Полная надпись на зеркале гласит «Do you know what it's like to be alone?» Что переводится как «Знаешь ли ты, каково это быть одному?» Не будем раскрывать вам все спойлеры, и лишь намекнем на то, что данная фразочка принадлежит одному очень грустному персонажу этой саги. Кто он и почему это написал на зеркале в таверне Аберфорта, вы узнаете уже на премьере самих «Фантастических тварей». Ближе к концу трейлера можно заметить и еще парочку любопытных отрывков. Например, нам приглянулась дуэль Криденса и Дамблдора. Конечно, Аурелиус вроде как термоядерная бомба в мире волшебников, но что от нее толку, если не уметь правильно пользоваться этой силой? Именно это мы и наблюдали в самом трейлере, поскольку на одном кадре Альбус словно крадет силу из парня, а на другом стоп-кадре можно заметить поверженного Криденса, который лежит на асфальте. Очень странно, что столь спойлерный момент Warner Bros. решили вставить в трейлер. Но факт остается фактом, и отрицать это уже бессмысленно. В третьих «Фантастических тварях» Криденс Бербоун погибнет. Ну и в самом конце легко заметить довольно странную сцену, в которой магл Якоб Ковальски заправски управляет волшебной палочкой и кастует заклинание наподобие волшебного потолка в Хогвартсе. Но как не волшебник смог создать заклинание? Ответ весьма прост. Все, что мы видим, лишь иллюзия, мастерски подстроенная командой Дамблдора. Даже потому, как Якоб кастует заклинание, легко понять, что парнишка впервые делает что-то при помощи волшебной палочки. Простое погодное заклинание он якобы создает с большим усилием держась за палочку обеими руками, что весьма необычно для этой вселенной. Естественно, все это подстава. И на самом деле облака создает другой волшебник, который в это время находится за кадром. Ну а наш Якоб пытается разыграть театр изо всех сил, но до конца не знает его правил. Приятно, что, несмотря ни на что, пока что тайны Дамблдора не спешат избежать проката в России. А заодно слухи о новом переносе картины полностью не оправдались. До премьеры новой главы в истории мира магии осталось чуть больше месяца. А значит, самое время устроить себе марафон всех магических фильмов. Что мы искренне вам и советуем сделать. До новых встреч, друзья, и берегите себя! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok